Для человека небо всегда божественно. Там живут ангелы, боги, оттуда приходит свет, тепло. Люди смотрели на небо. Мы знаем с вами Брайкара, который взлетел и упал. Потом было много энтузиастов, о которых мы тоже поговорим. Но чтобы создать воздушный флот, нужно государство. На открытии выставки «Крылья для страны» ее куратор, начальник отдела научно-просветительской работы Музея-заповедника Горки Ленинский Светлана Генералова кратко сформулировала одну из идей, которые авторы хотели донести до зрителей. Экспозиция охватывает исторический период с середины 20-х до 40-го года прошлого века. Это тот период, когда каждый мальчишка действительно грезил стать летчиком. И эта идея была настолько популярна у людей. Фактически наша страна от мечты о покорении неба в кратчайший срок пришла к созданию мощнейшего в мире воздушного флота. Более 500 экспонатов расположены в двух залах. Один, его создатели выставки называют белым, посвящен истории и пропаганде идей воздухоплавания. Здесь можно наглядно увидеть, как руководство страны популяризировало увлечение темой покорения неба. Почтовая марка и любые почтовые открытки и так далее это было такое массовое средство пропаганды, как малые политические плакаты. То есть вот филателии подходим с такого направления. Представлены все лотерейные билеты, которые была в Сайфхим с 1927 года. Идут вот они, да, все вот эти вот 15 выпусков было осуществлено до 1940 года, как бы все эти вещи. Это те деньги, которые шли на развитие Сайфхима, но впоследствии нам известного ДОСААФа. Второй зал называют красным. Здесь рассказывается о достижениях советского воздушного флота. Многокилометровые перелеты, рекорды, поставленные советскими летчиками и инженерами, все нашло отражение в выставочных экспонатах. Оба этих зала связаны такой галереей героических образов наших конструкторов и летчиков. И это не просто рассказ о них, а это еще, конечно, очень интересная с художественной точки зрения уникальная коллекция литографий знаменитого мастера графического портрета Георгия Верейского. Это альбом 30-х годов, посвященный героям воздушного флота. Нашлось на выставке место и для освещения первых попыток человечества проложить дорогу в небо. В том числе и об этом рассказали на экскурсии, которая состоялась сразу после церемонии открытия. Здесь на открытке мы с вами видим первый самолет, который в Европе взлетел. Его автором, пилотом и конструктором был Сантос Дюмон. Вообще он был сыном плантатора, короля кофе, но семья продала бизнес и переехала во Францию. Открытие столь масштабной экспозиции стало возможным благодаря межмузейному сотрудничеству и помощи частных коллекционеров среди партнеров проекта Центральный музей военно-воздушных сил, Дом авиации и космонавтики, Музей истории и пропаганды, Музей профессора Жуковского и многие другие. Мы постарались сделать так, чтобы эта выставка была интересна разновозрастной аудитории и под нее подготовлена соответствующая сопроводительная программа. Она уже заявлена на июнь, в ней есть и кураторские экскурсии, в ней есть специальные, хочу подчеркнуть, что по этой выставке мы будем делать специальные детские экскурсии, которые будут заканчиваться и мастер-классом, и небольшими такими полетами этих сделанных собственноручно ребятами самолетов. Выставка, открытая в научно-культурном центре музея-заповедника Горки-Ленинские, будет работать до 14 сентября. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.